иногда друзья приходится принимать сложные решения и день сложного решения он настал да мы долго думали хотим мы это не хотим надо нам не надо какие после этого последствия сколько это вообще даже стоит будет что за этим последует и все такое мешки дик подписано давай дома камеру держит а ты держишь 2 иди сюда нел тогда это вот значит что мы мы решили не сначала мы думали нет мы решили а перед этим думали значит когда мы брали холли покупали то мы думали мы знали что это девочка мы думали может быть шанс есть что мы будем ну как разводить ну разводим как бы разводить громко сказано но дать ей шанс чтобы она родила щенят вот по прошествии конечно 6 месяцев и всех этих у нас переворотов передряг и все такое и поняв насколько собакой все серьезно мы поняли что мы еще нет милюшик иди сюда вот и упадешь мы поняли что щенков мы разводить не будем то есть холли да будет без щенков меня давай хватит прыгать хватит прыгать упадешь я предложил олене сделать тоже нашей собаке стерилизацию ну и подумать я и предложил чтобы она подумала хотим мы или нет то есть не так что я сразу все мы делаем стерилизации не даем сам сказал подумать на потому что там последствия и оказывается болезней куча и гормонально она может быть нестабильной все такое течки и туда-сюда мой как бы я надеюсь что после этого произойдет что немножко гормонально она будет спокойнее хотя нам все время говорят многие он хочет видишь это хорошо спутник у нее на голове что гормонально она немножко успокоится хотя говорят она в год и так успокоится давайте друзья ближе к теме до друзья короче мы ее стерилизовали сутки ее с нами не было я не знаю как процессы происходят в других странах мы назначили получается appointment у нас в emergency госпитале для животных там тоже можно это делать и вроде бы как немного даже дешевле чем в обычных клиниках собачьих назначили за месяц где-то ближайшее было число и получается ее на сутки забирают ее там сутки не кормят и делает операцию мне уже позвонили лена призваю пол восьмого и где-то мне в час позвонили сказали что все хорошо все прошло успешно холли заслужение до без осложнений все нормально вот получается лена на следующий день поехала ее забрала она еще отходит от анестезии и всяких там что там обезболивающих ей разрезали живут до выбрали здесь и когда увидела бодички бодички ну ничего все зарастет ногти даже подстрелить но мы просили бесплатно значит что на выписали прописали обезболивающие в это лекарство три дня и все нормально кормить обычными порциями в определенное время все как обычно только нужно меньше активности супер активно супер активности и вообще нельзя прыгать бегать по лестнице с лестницы чтобы случайно там швы где-то задача чтобы швы не разошлись поэтому она носит вот эту вот штуку космонавт наш не эту штуку она носит чтобы не она не зализывала для уины не разгрызла шов да нет зализывал а что она может шоу да 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 и да будет две недели ее носить но написано 10 14 дней я так понял через десять дней по нашему усмотрению можем снять можем дальше и получается даже следующие семь дней она должна оставаться в теплом сухом чистом месте там где она будет спать все так принципе вроде в туалет ходит кушать кушать воду пьет тогда что с лестницами и спускаем маленькой даже если в случае каких-то там осложнений то сразу звонить в госпиталь и получается да может быть и на здесь здесь потом что еще redness вы сами разойдутся по этому сроку так что написано она была хорошей девочкой спасибо что привезли ее в нашу клинику сказали что она была брейв да так хорошо давайте быстренько по ценам пробежимся для сравнения у кого сколько стоит каких странах мы скажем сколько стоит у нас это как я сказал скорее всего если мы просто в клинику повезли может был было бы дороже значит получается анестезия сто пятьдесят пять долларов потом мейнтенс газ анестезия то есть но я так понял что там уровень держать или что 77 долларов потом айви жидкость во время анестезии 44 доллара сама операция 95 долларов а все остальное короче такой pain management surgery pack таблетки таблетки кстати 20 долларов вообще ужас и ногти бесплатно короче заплатили мы 460 долларов 460 долларов поэтому на на будущее на будущее что все было хорошо чтобы больше больше нам не платить было вдруг если что чтобы случиться все поэтому нас в этой штуки ходит в принципе рада была всех видеть нормально будем держать в курсе что и как мы сами в первый раз для нас это все нам говорили что она будет с этой штукой на я вообще думал на пару дней походят и типа снимаем и все но я не думал что там пол живота раздержит нет его там ну как-то так по-другому но она слабенько смотри да да ты ты давай ты давай про тебя ну давай про тебя расскажем давай опа давай значит смеи что у нас не рассказывает и рассказывает ездила в больницу тоже врачу ездила а чего ездил хотя в больнице есть короче на пальчике увидели у нее сначала бородавку мы увидели а потом мы увидели белое какое-то нагноение в самом пальце у нас это было мы проходили прошлый раз это получилось или после занозы или что такое там большая была заноза мы вытаскивали а потом оказалось заражение по всему пальчику на том же самом пальце вот получается возили мишку к врачу выписала антибиотики потому что это стафилококк или что-то такое да стафилококк ну как инфекция получается она не зараза не передается собачке больно было не не мне собачке было больно да теперь вызывает короче да прописали ей в садик она не ходила врач посмотрел мы выписывали в прошлый раз и крем и антибиотик в этот раз он прописал только антибиотик но неприятная штука потому что как это белая фигня там ранки самой нету она просто под кожей хорошо что мы на днях заметили в прошлом прошлом раз мы заметили не так быстро в другой провинции и мы сюда были в другой провинции это был для нас шок биси мы поехали в госпиталь в местный маленький до отдыхали мы в шато привезли в госпиталь и там разрезали получается и все брали соскоп умеешь аккуратно вот этот раз просто пришли он врач посмотрел посмотрел историю выписал и все такие дела надеемся что мешки пройдет все быстро там сильные тоже антибиотики и все короче такие у нас новости не особо можно сказать веселые но тем не менее новости она про наших про наших самых младших дихо ли пожалей доходе холи не надо так миюса не просто погладь и все погладь мама сама с ней языками да я не так но дни я меня давно мы не открывали посылки пришла очередная пришла как всегда быстро быстренько покажу что я заказал потому что заказал я это для себя на этот раз блин а я думал они другие на картинки вообще другие были нет было написано картон даже видно в общем это бандан бандана на работу не потянул когда в каске и потеет голова получается не осторождая было написано что они катоновые душа моя уже стерлась полностью черепами ты что-то других не я жюри здесь на вот это с черепами было написано катон ты вообще будешь и там и 6 штук их было и не дорого 20 долларов я такой думал классно на дема телефоне сейчас покажу так ну что ж первое разочарование с амазоном блин они еще таки здоровые но посмотрите сейчас покажу что заказывал я смотрим вот эти с черепами они единственные были ну вот стоит 20 30 него 25 долларов смотрим что написано катон материал катон правильно смотрим другие допустим вот эти правильно теперь смотрим breathable fabric вот breathable fabric это то что они прислали мне видишь вот полиэстер мешклов возвращаемся назад прям назад назад возвращаемся на эту картинку смотрим что написано катон материал хорошо мы получили вот так вот друзья здесь тоже вас хотят с вас поиметь поэтому ну попробуем оформить в разврат материал не соответствует да не соответствует посмотрим как это все сработает потому что ну я думал мази магазин приблизительно по мне покупал за двадцатку одну но я думаю попробую на амазоне на мазонник не так еще много ладно все с этим разобрались думал хорошими новостями поделиться заказал какую-то прикольную штуку на самом деле вот так кстати появляется магазин и потерянных посылок люди возрано делают да ну вот я верну и скорее всего не пойдет уже на склад а пойдет другое место так хорошо и еще у нас есть сегодня основная коробка прямо огромнейшая коробка это мой подарок это мой подарок не тоже мой подарок я тут так громко сказал для словца значит мне мама с родными подарила деньги на день рождения эти деньги я не пропью не прогулял решил купить вот такую вот штуку тогда штука на дувашка ну конечно без здесь только на дувашка без этих людей без компании на своя компания значит вроде бы на пять человек два почти три метра я так понял в диаметре довольно-таки небольшая думаю отсюда до конца дивана классно что есть накрыть накрытие может чтобы мы там все не сгорели есть там дырка на дырке возможно сетка есть есть ну вот на а да вот вроде показ да 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 выдерживает пять человек выдерживает целых четыреста пятьдесят килограмм веревочкой можно привязать можно даже на любого озера поехать и там они где вешают поплавки привязываешься веревочки чтобы далеко ты не уплывал и все поэтому и давайте развернем тата ты тоже рада мы сейчас развернем посмотрим король дата посмотрим какой насос вам нужен если он купил я в магазине канадин поля так миюши я еще у меня чуть сердце не стало она не балуйся там так все тут открыть надо как-то спустим уже пиво надо так как хочешь давай вот тут идем сюда значит что у нас здесь есть да да типа чехол такой маленький для насоса они не не это якорь это грузик ты сюда насыпаешь песок еще и кидаешь как якорь так веревка до инструкция а вот это скорее всего клапаны так держи записка записка это скорее всего накрытие тенд он тяжелый я не знаю как мы его будем там вместе нести когда надуем до насоса нет поэтому надо будет надо будет свой насос а это патч но я же сказал да ты сказал это я тут про втыкал один так что у него тут написано какие характеристики даже прочитаю на русском островок солнечный шезлонг называется материал противостоит прокалывание ограничивает растяжение и улучшает хват на наш но я же говорю на русском это что съемный солнцезащитный козырек для защиты от сильного солнечного света цвета три поддерживающие спинки 5 держателей для напитков врачные ручки клапаны быстрого выпуска с блокировками до насоса тут нет и чехла тут тоже нет но нам надо узнать какой нужен сюда насос ручной навряд ли подойдет вот такой плотный смотри приходи прям плотный 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 не таки не прям большой лучше поле поместиться туда поле счастлива она были счастлива я не думаю ну вот держи так тудой нахоль двигать да действительно ну вот такой да плотный плотный и хорошая действительно подстаканники ручки за что держать вообще супер смотришь какое-то в одинразение классная да вообще супер так мы здесь вот какой-то широкий что он там господи ты что там грызешь еще не успели покататься но теперь надо смотреть а ну посмотри не грызла она нюхала наверное но все куча клапанов теперь мы посмотрим как его надувать и и все такое так собирать ручка хорошим если если вдруг скупнуться все поздравляем тебя да уже прошел конечно полгода но ничего сколько я полгода месяц месяц уже зима на дворе новый год и антон подарили деньги он только-только купил на подарочные деньги то что он хотел то что все на на хотели да блин супер да теперь подобрать нас ложишь как-то надо правильно у нас есть какой-то типа тут ручной но ручной это мне сейчас надо выходить чтоб я до утра надул его тут какие-то клапаны но я пока не пойму для чего не ну вот этот пакетик ладно давайте соберем разберемся все всем спасибо